Всем привет! Привет, с вами Fallfire, решил обновить свой обзор на Мустанга, потому что в предыдущем видео я выделил существенные минусы этого истребителя, им являлся слишком высокий боевой рейтинг, и буквально вчера произошли изменения, которые затронули перераспределение БРов различной техники в игре, в том числе изменился БР и у Мустанга, до выхода с серверного обновления он был 6.7, а сейчас стал 6.3. Привнесли эти изменения что-то хорошее? Абсолютно уверен, что да. По крайней мере мы не так часто попадаем к реактивам, как раньше, и в симуляторных боях мы теперь можем летать на 4-й эре, как положено, с другими поздними поршневыми истребителями. Сменилась ли наша тактика воздушного боя? Ну в целом она осталась такой же, но только теперь нам не приходится постоянно охотиться и гоняться за реактивными истребителями, а спокойно воевать с поршневыми самолетами. На аналогичном боевом рейтинге у американцев есть палубный истребитель F-8F Биркет, и мне кажется, что раз Мустангу поменяли его в боевой рейтинг, то не грех их сравнить между собой. Начнем с вооружения. По нему мы сильно отличаемся, потому что в Бирке имеется 4 скорострельные 20-м пушки, а у нас всего 6 пулеметов Браунинга. Конечно, кому-то может пулеметы больше нравятся на таком бояре, но я скажу, чем они отличаются от пушек и почему эти пушки лучше. В ближнем воздушном бою, когда противник пытается от вас увернуться, составляя выполнять резкие маневры, времени на поражение цели остается мало, но всегда можно зацепить шальным попаданием, и этот урон иногда бывает фатальным. Так вот, пару попаданий 20-м пушки дают больше эффекта, чем если бы вы попали с пулемета, или например при лобовой атаке. Пулемет может вести огонь на дальние дистанции, но вот урон от пуль теряется с этим расстоянием, и он будет не особо критическим в случае попадания. А вот повреждения от снарядов остаются такими же, хотя баллистика некоторых пушек не позволит нам вести огонь больше чем на 400 метров. Но в нашем случае американские пушки весьма дальнобойные. Тем более пулеметы Браунинг М2 не такие скорострельные, как 20-м пушки АНМ-3. В полетно-техническим характеристикам Мустанг превосходит беркет, а именно по набору скорости и максимальной скорости в горизонте, а также по скороподъемности. Да и на большой высоте Мустанг чувствует себя лучше. Только не советую пользоваться форсажным режимом на высоте выше 6500 метров, иначе вы потеряете скорость. По маневренности на малых и средних высотах F8F нас все же превосходит, но не настолько, чтобы это было критично. А уже на высоте от 6000 метров и выше, Мустанг спокойно перекручивает бирку. В итоге, получается, что Мустанг будет эффективнее по набору скорости и высоты, но отстает по вооружению и маневренности. А какой самолет выберете вы? Напишите обязательно в комментариях. Ну а пока я расскажу немного о тактике ведения воздушного боя на Мустанге. При встрече немецких истребителей, таких как Факеульф 190, Дарине 3035 или ТА-152, обычно вы сталкиваетесь с ними на одной высоте, либо выше. Иногда, конечно, они идут в набор высоты и прилетают к бою очень высоко. Но старайтесь атаковать немецкие самолеты, которые летят ниже вас. Не обращайте внимания на высотников, потому что если вы потянете сверх за ними, то вас перехватят истребители, идущие на вашей высоте. Действуйте быстро и уверенно. За много боев я могу вам сказать, что те самолеты, которые летают на большой высоте, обычно не успевают что-то сделать и остаются такими парящими аэростатами. Конечно, рано или поздно они спустятся к земле, но когда уже исход воздушного боя будет очевиден. В воздушных боях против немецких истребителей ни в коем случае не ходите с ним в лобовые, иначе вы грозитесь потерять свой самолет. Хотя если вы фанат фильма «Красные хвосты», то можете попробовать сходить в лоб, вдруг вам повезет. В воздушных боях против советов японцев или британцев правила примерно такие же. Но вот если с советскими Ла-9 еще можно попробовать покрутиться в маневрном бою, то вот со спидфайерами или Ки-84 делать этого не стоит. И на этом у меня все. В целом я остался доволен решением разработчиков о снижении боевого рейтинга. И если это видео вдруг как-то повлияло на это решение, то хотелось бы еще увидеть изменения в семилеатром боях в плане геймплея. А то как-то за последний год изменений крупных в тайме и не было. Если вы хотите узнать про историю создания самолета, или как он себя показывал на Бэйре 6.7, то посмотрите предыдущий обзор. Ссылку я оставлю в описании. Ну, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе выпуска моих новых видео. А я вам, как обычно, желаю легких фрагов и чистого неба над головой.